привет народ я сейчас хочу сделать суставную гимнастику никогда этого не делала вот каждый день я сейчас занимаюсь на укрепление мышц на укрепление суставов вот это будет очень короткая гимнастика я хочу ее записать полностью проработать все суставы и оставить у себя в ленте чтобы было и вы каждый день те кто хочет красивое тело те кто хочет без тренировок без занятий накачать себе пресс не качая его выпрямить спину чтобы вас перестала болеть спина чтобы у вас была красивая прямая осанка чтобы у вас была длинная шейка чтобы все открылось все деревянные мышцы чтобы у вас стали мягкими ну и крепкими вот и запишу вам сейчас если кто со мной будет делать вообще будет классно составная гимнастика примерно на минут на 10 будет первый раз делаю с вами для начала очень важно нужно научиться всегда ходить сидеть что-то делать с прямыми стопами чтобы они у вас были параллельно ноги обязательно параллельно пальчики на ногах раздвинуть встать ровно вытянуть макушку поджать ваш животик поджать попку чтобы у вас напряжение было с поясницы снято и когда вы делаете упражнения любые упражнения или просто даже мы идти дома посуду ходите на напрягая животик он у вас всегда качается при любых действиях и потом вы привыкнете там венца через месяц может быть через два к тому что у вас животик все время будет напряженный все время подкрученная попкой снято напряжение с поясницы спина перестанет болеть и пресс будет качаться всегда при любых ваших движениях главное чтобы он всегда был напряжен никогда не расслабляйте вот так и живот и так стопы параллельно живот втянули ножки пальчики раздвинули на ногах плечи назад и вниз макушку тянем и мы убираем 2 2 подбородок и вытягиваем шею язык всегда должен быть на небе тоже приучайте себя и поехали первый наш суставчик шею крутим делаем по восемь раз раз два три четыре пять шесть шесть семь семь восемь наклон головы ухом к плечу раз два три четыре 4, 5, 6, 7, 8. Делайте так, насколько вам комфортно, чтобы не было больно. То есть сильно не нужно прям наклонять, чтобы прям все это болело. Со временем голова будет очень хорошо поворачиваться и наклоняться. Так, дальше ставим руки прямо и вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Макушку тянем, живот напряженно держим, стопы параллельны. Влево-вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это легко. Дальше крутим шею вокруг. И у кого проблемы с шеей, спиной, лучше такое упражнение не делать. У кого проблем нет, то можно четыре раза. Назад голову не сильно отклоняем. Хорошо вперед. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, живот напряженный. Раз, два, три, четыре. Дальше что мы делаем? Давайте плечи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки вытягиваем. А, нет, давайте прямые руки не кидаем. А четко напрягли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не забываем держать живот напряженным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Локти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Самое интересное, что делаете упражнения на руки, на шею, у вас качается всегда живот. Вы через месяц заметите уже пресс, а через какое-то еще время вы уже увидите эти все кубики. Но результат вы увидите очень быстро. Так, что делаем дальше? Вот такое, наверное, упражнение. Таз оставляем на месте и поворачиваемся, зафиксировались. Раз, макушку тянем вверх, живот напряженный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Стряхнулись. Ножки параллельно. Можно чуть-чуть их подальше. Присели обязательно. И крутим нашу грудь. Вверх, вниз, вверх, вниз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Живот напряженный. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Можно еще сделать другое упражнение. Крутим просто вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дямки слетают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующий суставчик. Крутим. Наклонились. Назад недалеко. Чуть-чуть совсем. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Не забываем напряженный живот. Таз крутим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Оживляем все. Семь. Восемь. И обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо прокручиваем. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Дальше. Крутим. Здесь. Встали на одну ногу. Упор. Присели чуть-чуть. Поднимаем ногу. Живот держим. Язык на небе. Макушку тянем. И вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Опять присели. Можно держаться за что-то. За стенку. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Живот держим. Раз. Два. Падает. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Коленки наши. Тоже вы можете держаться. Кто падает. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Язык на небе. Живот держим. Макушку тянем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Встряхнули. Опять присели. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Супер. Последнее упражнение. Мы прокручиваем сейчас все суставчики. Упражнение. На восстановление. Плюс у вас качается пресс. Вытягиваем макушку. Никогда не забываем. Держим язык на небе, чтобы ваша личка потянулась. Никаких подбородков не было. Шея была длинная. Так. Вытягиваем руку вперед. Кулачки. Крутим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Чуть-чуть приседаем. Опять коленочку. Здесь можно пальчики вытянуть и уже пальчиками крутить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Все. Отличная у нас зарядка получилась. Можно еще сделать такое упражнение. Руку вытянули. И потянулись. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Макушку тянем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Живот напряженный. Теперь можно то же самое сделать. Только смотрим на потолок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Живот напряженный. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Очень хорошо. Можно еще локоть. Макушку вверх. Тянем за локоть. Вниз. Живот напряженный. Стопы параллельно. Раз. Два. Три. Четыре. Чтобы здесь все тянулось. Растягиваем. Растягиваем. И обратно. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. У моего тренера локоть заходит вот сюда. Вот здесь. Я так не могу, конечно. У кого-то локоть вообще вот сюда уйдет. Я вообще не понимаю, как так возможно. Все. Мы сделали классную с вами гимнастику. О, спасибо большое себе. Спасибо. Класс. Если вы будете делать каждый день, у вас восстановится самочувствие классное. Будет вытягиваться осанка, вытягиваться шея. Ваш животик будет красивый. Такой вот весь тверденький. Тверденький. И это очень нужно делать. Вы можете эту зарядку делать и вечером, если утром не успели. Днем, вечером, перед сном. Ничего страшного, уснете, все будет хорошо. Будем делать по утрам. Добрым словом Нелли вспоминать. Спасибо большое. Спонтанно размялся вместе с вами. Эта зарядка очень полезна и мужчинам, и женщинам, и детям, и взрослым, и не очень, и бабушкам. Она очень легкая. Но при этом эффективность этой зарядки максимальная. Я в шоке. Просто бывает месяц каждый день занимаюсь, потом какие-то перелеты, полеты. Куда-то это все теряется. Хотя вроде можно везде это делать. Я за месяц каждый раз интенсивные зарядки вижу офигенные результаты. Раньше у меня был сколиоз второй степени. То есть это плечи вперед, вот такая вся согнутая. То есть у меня шея была вот так вот назад. Вытянуть ее вверх я вообще не могла. Это было больно. Чудеса просто после такой разминки. И реально я начала ровно ходить. У меня походка поменялась. У меня было две грыжи. Дело МРТ год назад. Грыж нет. Рассосались, блин. Это вообще по идее невозможно. Но это возможно. Так. Да, разминка очень легкая и она очень эффективная. Плюс вы офигеете от того, что увидите уже через месяц, что ваш животик будет... Для меня это важно, потому что я люблю короткие топики. Там штанишки такие, чтобы у меня все было здесь красиво. Вот. И ваш живот потянется. Ну и плюс живот, вы знаете, это ваша еда токсичная. Если вы сейчас будете там 60-70% в еду добавлять каких-то сыроедческих блюд. То есть обычная еда 40% то, что вы едите. И плюс до 60-70% сырые овощи, фрукты, зелень. Если вы доведете, то ваш кишечник начнет чиститься и вы уберете большие свои животы. Плюс вот разминка, потому что кожа, чтобы ваша не висела, она всегда должна быть подтянута. Вы должны делать разминочку. Вот. Есть еще, конечно, очень крутых много упражнений. Ну, достаточно хотя бы пару месяцев позаниматься вот с этой разминкой, чтобы увидеть прям классный эффект. Так. Что еще хотела? Давайте я почитаю, что вы тут писали. По поводу... То, что я в сторис отвечаю на вопросы. Я сейчас сделаю зарядку на лицо, фейслифтинг. Мне нужно согнать всю лимфу. Я вся опухшая после этих перелетов вообще. Вот. Глаза вот такие. Вот. Я только проснулась недавно в 3 часа дня. Вот. Я хочу сейчас сделать разминку на лицо. Но ее не буду записывать, естественно. Потому что мне надо тренера смотреть. Я еще не до конца научилась классно делать фейслифтинг. Вот. Поэтому не покажу. А потом сяду отвечать на вопросы. Вы там мне накидали целую кучу в сторис. У меня пополнение карт, кстати. Вот таких вот много. Сейчас их там 200, 200, 200, 200. 800 карт. Вот. Буду по ним отвечать на вопросы. Какая тема эфира? Тема эфира была суставная гимнастика. Я все проснуться не могу. Вроде как часовые пояса те же. Вот. Перелетела в Турцию. Ощущение другое. Воздух другой. Состояние другое. Я не могу проснуться. Мне что-то вообще вот так сошкивает. Так. Вообще гимнастика очень важна. Говорю, как мужчина 30 лет. Ну, конечно. Она нужна всем. Я помню, когда я была маленькая. Я ходила в детский садик. Мы такую гимнастику делали в детском саду. Сейчас вообще ничем никто не занимается. А раньше прям культ был. Каждый раз вставали все. Зарядка. Помните, по радио. Так. Разминка по телевизору. Разминку. Все мы разминались. Куда сейчас вообще потерялись? Что за карты авторские? Нет. Это имманжинариум. Игра. Метафорические карты. Ну, я по этим картинкам смотрю, чтобы быстро давать ответ на вопрос. И мне очень нравятся вот эти вот карты. Имманжинариум. И там просто метафорические какие-то образы. И по ним очень легко ориентироваться. Благодарю за ответы. Один из них пригодился про клиентов. Сделала... Аж почему-то слезы вышли. Сделала что? Ответ или разминку? Все, ребят. Я сейчас этот прямой эфир запишу. Спасибо, что были со мной. И кто только присоединился, пересмотрите эфир. Очень классная, легкая разминка на каждый день. Чтобы вы выпрямили свою шею, плечи, спину. Чтобы ваше тело привыкало ровно стоять, ходить, сидеть. И чтобы у вас скачался пресс. Этого достаточно. Просто через месяц вы увидите офигенные результаты. Делюсь. Это разминка моего тренера Талии. У нее... Я ее оставлю, кстати. Ссылку на нее под этим видео. Она делится просто неимоверными классными вещами по поводу тела. Очень много упражнений. Заходите к ней в профиль. Вот. Бесплатно очень много всего дает. Очень эффективно. У нее там просто, я не знаю, сотни дипломов. Мануальщика, костоправщика, блин, там всяких разных тренерств по телу, по фитнесу. Она лечит людей там и руками. Ясновидящая. У нее просто, я не знаю, там просто комплекс такой. И всю жизнь учится человек. И можно к ней попасть на индивидуальные занятия. Каждый день новые занятия. 30 дней всего 900 рублей стоит. Я у нее купила курс индивидуальный. Вот. Она каждый день мне дает тренировку. Каждый день. Вот. И все время со мной работает. Так, хочу игру какую купить. Можешь, посоветуешь. Ну, по игре, не знаю, какая игра. Во что ты хочешь поиграть? Или для каких целей? Так, все, ребят, я ухожу. А! Самое главное-то я забыла. Когда разминку сделаете, очень важно еще сгонять нам лимфу. И было бы классно, если бы вы делали апоневроз. То есть каждый день. Начинаем с ушей лучше. Промяли ушки. В любое время свободное. Проминаем ушки. Затем делаем массаж головы. Чтобы у вас там все отклеивалось. Вся кожа от головы. Это очень важно, потому что вам нужно сливать лимфу. Чтобы лимфа не вот сюда уходила, и лицо вот сюда вниз. Вот так вот, да? И под там 2-3 подбородка. А чтобы она сливалась. Если там застой у вас. Если у вас вот здесь проблема. То лимфа будет вот сюда сливаться. Вот будете вот такие вот. Вам нужно ушки проработать. Волосы, кожу головы. Прям отодрать. Чтобы у вас кожа ходила. Чтобы отходила. Прям вот вы могли двигать этой. Вот руками прям двигать. Лимфа сливается. Дальше шею тоже проминаем. И дальше лимфа сливается вот сюда. То есть, чтобы у вас водичка и вся грязь уходила назад. А не вот сюда вперед. Поэтому ушки обязательно. Волосы каждый день тоже обязательно прорабатываем. Берем еще пальцы. И сзади очень хорошо делаем себе массаж. Массаж с шеей. Все это помять. Каждый день просто берите. Мните зону декольте. И чтобы ваша лимфа сливалась. То есть, наша канализация всех токсинов сливалась. Не на лице. Вот здесь вот опухлость была. Вот. А все назад. И она уже дальше сливается и идет вниз. Это тоже совет. Обязательно. После каждой зарядки, либо до, все вот здесь вот проработайте. Ушки. Очень важно, чтобы они у вас были мягкими. Все это сливалось. Можно еще взять вот так, подержать. Чтобы ваше лицо привыкало. Посмотрите, как хорошо. Сейчас из-за маски не видно. Если вы ушки назад потянете, подержите вот так. У вас прям лицо вот так, кожа уходит. И привыкает, чтобы было потянуто все. Ну или массаж лица тоже очень важно. Как-нибудь выйду или у талии вообще посмотрите. Все здесь вот прощипать, размять. Чтобы вся кожа тоже у вас не была застойна. Здесь все проработать надо, чтобы мягенько было. И вы не опухали. И не ходили вот с таким лицом. И вот сюда все вот не провисало. Вот очень классно работать с лицом. Хотя бы тоже 10 минут массаж лица. 5 минут на голову, на шею. Все вот здесь вот промять. Будет круто. Все. Сейчас эфир. Надеюсь, будет полезен. Сохраняю. В ленте оставляю. Целую. Пока-пока. Что-то я забыла, как его... А, все, выключаю. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...